Девушки отдыхают А на обратном же пути подвезу вас к навесным мостам в Сафари Отсюда уже дальше, без ограничения времени Можете продолжать прогулку по всему парку И также если в парке у нас вы впервые Могу рассказать экскурсию, если вам интересно Но экскурсия в прогулку у нас не входит Я от себя могу вам рассказать А если же мой рассказ вам понравится Можете оставить, чтобы начать Буду благодарен, опять же, если вам понравится Сейчас мы слегка освежимся, готовьтесь Полетели Справа у нас имеется Сама зона Сафари Она занимает большую часть территории Занимается на 20 гектар И с 32 гектар И в этой части Сафари у нас гуляют по территории Около 68 гектар И по этой территории мы гуляем только Под обезы мостом пешком Мы туда не заезжаем Сейчас же будем кататься мы по остальной территории парка Где находится основное количество животных И где в принципе можно проехать Сейчас мы везде проедем А на обратном же пути Подвезу вас к навесной мостам Сафари Это уже дальше можете продолжать прогулку Без ограничений И сейчас с правой стороны проезжаем Вольеры фото с малышами Тут можно фонографироваться с левятами Или же тигрятами То есть вы захочете к ним вольер На руки можете взять и сфотографироваться с ними Но это естественно уже после прогулки Сейчас так же с правой стороны будем проезжать вольер Где же вот у нас уже молодые хищники Годовалые ребята и тигрята Которые как раз таки в том году Были в вольерах просто с малышами То есть с ними игрались Фотографировались Но они как видите из этого возраста уже выросли И с ними особо не поиграться Если даже поиграться Только один раз и с концами Обычно с вольера фото с малышами Брать их в возрасте примерно 5-6 месяцев Не больше Итак, сейчас с правой стороны Будем проезжать маленькие временные вольеры Где временно отделяют Например, самок с самцами для размножения Самок с малышами И из-за развития некоторых Туда отделяют и для лечения Но какая-то часть из этих маленьких вольеров У нас была выделена для наших хулиганов То есть для тех львов Которые в сафаре больше всего Остраивают драки А такое тоже иногда у нас бывает В основном борьба идет у нас У молодых самцов За свою территорию И естественно за своих красивых молодых самочек Поэтому таких и самых и активных Отделяют в эту, можно сказать, местную тюрьму Для перевоспитания Но также какая-то часть из этих маленьких вольеров У нас еще осталась пустыми Для непослушных детей, жен Поэтому если что Места свободные всегда есть у нас есть Смотри, видите Слева у нас уже бабушкин дворик Это контактный зоопарк Тут у нас живут карликовые свиньи Мини-хозы, маленький бараш И на этой же территории В дальнем левом углу У нас живут Чапириким Грубо Алаби То есть я был абсолютно маленьким Безобидным И как я и говорил Бабушкин дворик Это контактный зоопарк Поэтому прям сюда внутрь Заходить И кормить животных Вход сюда у нас всегда свободный Вот и наши колючки На себя тяните Заходите Если вы не водите, они вас не покупают Наверное Свиньки вся Терпит на суде И сейчас будем заезжать На территорию так называемого сада Вот здесь у нас такие большие вольеры С растительностью Где созданы все максимально естественные условия Для животных И в основном этих вольерах живут у нас личники Ну например как справа У нас живут Куати Они же и в простонародье На сухе Это такие маленькие животные Из семейства енотовых Которые по планету внизу должны у нас гулять Но здесь достаточно много растительности Поэтому основная их часть Постоянно у нас прячется в кустах А слева у нас живет парочка Бывших цинковых шимпанзе Которым уже больше сорока лет Здесь большинство животных при открытии И до сих пор выкупаются Из разных зоопарков и цинков Поэтому большинство живет К сожалению такие старые Вот наверху спитная крыша Вон она Дальше справа живет у нас очень редкий вид леопардов В мире которых осталось всего около сорока особей В этом вольере живут два дальневосточных Либо же амурских леопардов Где-то они прячутся в кустах Либо же в своей комнате А вот лежит Чуть дальше А слева снимется самка ягуаров Которые естественно Письместы вам видишь? Вон письместы Лежит Вон письместы Лежит Ну потом еще Письместы Дальше справа живет у нас Одна самка гепарда А слева очень редкие краснокнижные Белые бенгальские тигры Которые у нас Где-то есть Непонятно где А гепард у нас Тоже где-то есть Тоже где-то есть Либо же как сюда сбежал Ну ничего страшного Дальше Он когда сбегает Он кем запрекает? Ну если она гонит, то нами Дальше справа и слева Живут у нас уже взрослые Амурские тигры Где над каждым Из этих вольеров У нас есть навесные мосты Над ними сверху У нас можно гулять И в этих же вольерах У нас есть также и бассейны Которые тоже были предназначены Для наших тигров И за счет Таких хороших условий У нас очень большая рождается При открытии У нас в этом году Амурских тигров Было всего-то у нас 10 особей А на данный момент По всему парку Уже больше 50 И с каждым годом Количество пополняется У нас только за счет Рождается Также справа Вон еще лежит Одноводница Самого старого И здорового Самца нашего парка Это был Первый открыватель Это всей территории Который приехал При открытии В 2012 году И зовут его Хасан Который очень любит Есть после 6 на ночь Поэтому достаточно Плотный дядька И весом Уже больше 350 килограмм Здесь все животных Очень хорошо кормят Поэтому все такие Плотные Что не скажешь По нашим водителям Ну если вы только на чай Берете Неудивительно Вы же на мясо Не просили Сейчас справа стороны Будем приезжать В этих живых Слонихих Которых зовут Дженни и Магда Дженни и Магда Это две прославленные Артистки Мирового уровня Которые раньше Участвовали В разных фестивалях И цирках По всей России И зарубежья И даже снимались Они плавно Холянский дом Но на одном из выступлений В Казани Наши две слонихи Подрались И дрались И не в первый раз Произошел Можно сказать Очередной Небольшой сдвиг По фазе В их голове Поэтому Их и привезли Сюда уже Доживать За 2 года На пенсию Потому что Им уже около Пятидесяти лет Слони Видишь Слони Видишь Слони Видишь Такое Слони 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 Слева У нас будут Черные Грифы Падрочки Вместе С белоголовыми Силами Сейчас все Внизу Закончили Птички И сейчас Мы уже На территорию Так называемого Сада Здесь У нас такие Большие Вольеры С растительностью Где созданы Все Максимально Естественные Условия Для животных И в основном У этих вольеров Живут У нас хищники Ну например Вот как справа У нас живут Муфлоны Это у нас Горные Южно-африканские Горные бараны А слева У этих двух Вольеров Живут У нас Молодые Амурские Тигры Которым Здесь примерно От полутора До двух Лет Которые тоже Здесь Справа Живут Шотландский Горный Это обычное Домашнее Животное В Шотландии Как у нас Коровы И быки И вместе Также С рядом Вот Четырехмесячный Малыш Вот это Малыш Четырехмесячный Не задоволен Дальше Справа У нас Овцы Где медвежонки Водитель С голоду Уже Один год Морок Водитель Кролики Такие Куры Цесарки Двигают По всей территории Поэтому Они подружились С нашими Копытными Животными Но с хищниками Они дружат Почему-то Но хотя бы Дальше Справа Живут Двугорбые Вербюды Здесь Дальше Мишки Мишки Получился Получился У нас Такой На пол Полосатый Зепросел Как видите Низ полосатый А вверх Одно Тотно Темно То есть Здесь Никто Не вставлял Этого Делать И все Получилось У нас Только По любви Как говорится Любовь Зла Полюбишь И Ослав Он же Рядом У нас Мини Фон Также Справа Лама А с левой Семей Семей Ужаг Ужаг Лам Мишка Мишка Где Лам Мишка 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 Озианский Альпаки А слева У нас Идет Ленин Пазанов Здесь Разные Пазаны Живут Золотые Охотничьи Серебряные Все же Алмазные И все Они находятся Только Поймый Волевь Валерий Справа У нас Живут Яки Тибетские И тоже Вместе Мишку Мишка Мишка У нас Назадится Практически В каждом Валере То есть Здесь Здесь у нас хорошие условия не только для хищников, но и для всех животных, поэтому здесь они у нас лежат финансы. И следующий Валерий справа живет. Слышь, спасибо, Паня. Кто там был? Слушаю, Маргарита. Пока у нас будут пустые территории, мы территорию эту быстро пролетаем, чтобы зря времени не терять. Здесь все вольеры вокруг, как каждая, пустые. Но к концу сезона они будут уже все заселяться кафетными животными, которые здесь у нас родились. Которые на данный момент находятся в вольерах с родителями. Также в этом угловом вольере живут краснокнижные мадагаскарские кошачьи лемуры. Это тот самый, это роль Джулиан из мультфильма «Мадагаскар», только уже, как видите, без короны. Потом пройдемся, еще посмотрим. Да, мы сейчас хотя бы представление будем иметь, где, что находится. Ну, в любом случае, сначала пойдем смотреть, как у нас силы есть. Дальше справа живет наш жираф, но мы, наверное, чуть попозже, потому что мы еще обязательно поближе подъезжаем. Сейчас мы слегка сперем. Где справа живут у нас два австралийских попугая Амазона. А слева живет у нас еще одна пара шимпанзе. Только в этом вольере живут уже два молодых брата акробатами, которые очень любят устраивать постоянно шоу и концерты. Они максимально побольше пытаются созывать людей своими криками, шумами, гамами. И когда же собирают они большую аудиторию вокруг себя, хотя бы человек 20-30, они по второй полке сверху вот это начинают по кругу бегать, орать, кричать, либо же даже с места просто брать и на людей поливаться. Поэтому всегда есть весело, что приходите, можете, попадете на это шоу. Я думал, что с крови не все-таки ушел. Мы хотели, чтобы он на нас живет, у нас уже бурые капуцы. Котик, господи, это маленькая макака. Я не могу, вы на ней носите. Он маленький пьян, справа. У нас живут еще одни кошачьи лемуры, а на углу живет у нас единственный в зоопарке Арангутат. Это одна молодая девочка, которой 5 лет и зовут Вилтана. Звезда тайгана, значит, что... Ага, себе и повозь. Ага, мы куда едем. Катаемся, смотрим, слушаем, потом будем ходить. Кушаются они. Дальше справа живет у нас единственный в зоопарке жираф. Это одна молодая самка, которой 9 лет и зовут ее Леди. Ведь мне тоже можно походить поближе и даже ее кормить. Это абсолютно безопасно, она у нас не кусается. А куда второй делся? Здесь она живет пока что одна, вторая мамка, ну, проверьте, что скажу. Сейчас она жила здесь вместе с мамкой. Мамку везде пьянки, сезон, сезон, с отрядом, на чем разном, на сезон. Поэтому пока, но в конце этого, где мы встречались, наверное, с меточным сезоном, обещали мне привезти еще 2 баллы санца. И скоро здесь и будет, как мы шутить, двумя-то санцами стучать Антоши. Дальше справа сейчас у нас будет дом птиц. Там у нас живут розовые фламинго, меликаны, разный вид журавли, декоративные куры, даже маленькие кролики, которые гуляют по всей территории дома птиц. И туда тоже можно у нас заходить. Туда у нас тут всегда свободный. И в следующем, Валерии, справа живут у нас уже 3 африканских крауса. Но так, в принципе, все. Основной часть зоопарка. Мы с вами проехали, все посмотрели. Сейчас, как я и говорил, подвезу вас к первому навесной мосту. И я рекомендую сначала прогуляться именно по части сафари. Веснопосыря, время скорого, вы не теряли, поднимайтесь на первый навесной мост. И наверху сразу поворачивайте налево. Идите лучше в ту сторону, там основное скопление львов. Потому что протяженность всех навесных мостов где-то около 2 километров. И по всей территории из выслов гулять в принципе нет. Поэтому сейчас здесь наверх и сразу налево. А потом уже также можете прогуляться и по этому сафарку. По тому же маршруту, по которому сейчас мы ездили. Ну а у нас, в принципе, все. Надеюсь, вам нравится. Хорошего дня шутуха. Не теряйтесь, если что, кричите. Я всегда рядом.